Весельем и угощением. Вот так по традиции отмечается широкая масленица. Десятки творческих коллективов шумкента в день перед Великим постом стали русскими народными. Такого открытого и душевного веселья зрители не видели давно. Ансамбли исполняют русские плясовые. Под заводные мелодии, народных песен зрители просто не могут устоять на месте. Особенность масленицы в Чемкенте это то, что в ней принимают участие сразу представители всех национальностей. Это не только славянский праздник. Масленица это праздник дружбы, масленица это праздник добра, единения. Ну так как и положено у нас в Чемкенте. Масленица как символ прощания зимой и встречи весны. Смех и игры – главный атрибут праздника. Метание валенка, перетягивание каната, бег в мешках и на ходулях. Шумкентцы демонстрируют силу и умения на игровой площадке. Вдоволь наигравшись, горожане направляются к выездным лоткам с традиционными масленичными угощениями. Плюшки, ватрушки и напитки собственного производства. Прямо на улице повара пекут блины и блинчики. Особым спросом пользуются круглые, как солнце золотистые мини-блинчики. Горожане угощаются блинами прямо перед торговыми лотками. К ним подаются порции джема, меда и сметаны. На масленицу самые маленькие шумкентцы здесь же на улице встретились с героями спектакля Театра кукол. А взрослые поздравляли друг друга с масленицей. Масленица – это у нас такой чудесный православный праздник. Я очень рада, что тут столько собралось много сегодня народу. Игрище, танцы – очень здорово. Поздравляю всех с праздником, с масленицей. Разные конкурсы здесь проходят, для детей, для взрослых, для подростков вообще очень классно. Блинчики, масленица даже есть там. С масленицей весь город Шумкент. Мы вас все любим. Хор казаков поздравляет, желает счастья, здоровья, весеннего настроения. Организация прекрасная. Масленица – блинница. Блины кушают, блины пробуют, танцы были. С праздником все! Весь Шумкент. Веселый праздник, на котором были всем рады, удался. Об этом говорят неподдельные улыбки на лица горожан. Ксения Пыльница, Константин Исупов, Роман Примкулов, информационная служба, телекомпания «Отро». Продолжение следует.